Добрый вечер, уважаемые телезрители! После недолгого перерыва, связанного с рождественскими и новогодними праздниками, в эфире снова пятница с Анатолием Голя. И снова про газ. Примерно половина моих передач в прошлой осени была посвящена проблеме газового кризиса, снабжении газом и тарифов на голубое топливо. Новый год наступил, но тема газа продолжает доминировать в общественном пространстве. Последний тренд, который появился после Нового года, выставлять в социальных сетях счета за газ, чтобы не в одиночестве переживать этот шок. Мы еще не оправились от шока, а Молдова ГАЗ и правительство готовят нас к тому, что вскоре будет новое повышение тарифов на газ. В студии председатель партии перемен. Штефан Глигер, добрый вечер. Добрый вечер. Почему так происходит? Почему мы не можем отойти от вот этих газовых кризисов, как волны пандемии коронавируса настигают Молдову, так и волна газового кризиса, одна за другой. Господин Глигер, ваше мнение, вы разделяете то, что... Цена, которую мы платим, это результат тех переговоров, которые были проведены. И я здесь соглашусь с своим коллегой по студии, что на самом деле делегация Республики Молдова на этих переговорах была очень слабой. И господин Спыну не является тем человеком, который имеет необходимый опыт, знание или подготовку для ведения такого рода переговоров. Нам попытались представить эту формулу как победу, как заслугу господина министра инфраструктуры регионального развития, что само по себе звучит немного провинциально, так как речь идет о кошельках сотен тысяч миллионов людей, наших граждан. И, к сожалению, формула, которую приняли на последующие пять лет, является очень волатильной. Она зависит от цен на международном рынке на нефтепродукты, а также, конечно, на газ. И составляющая газа, она больше, чем составляющая нефтяных продуктов, так как стоимость газа в определенные моменты в декабре доходила до 2700 долларов за тысячу кубометров на международном спотовом рынке. И когда эти 30 процентов в среднем за месяц рассчитываются, то они выходят в 350 versus 200 с чем-то. Несмотря на то, что нефтепродукт это 70 процентов. И получается, что на январь прогнозируемая цена около 650, дай бог, чтобы она была... Ну, 646 она уже установлена. 646 расчетная, да, до 650. И так как мы зависим полностью от ценовой политики или ценового формирования на международном рынке, то есть наше влияние, как государство, на формирование цены было именно в тот момент, когда велись переговоры. У Республики Молдова на самом деле были сильные переговорные позиции, так как есть Приднестровье. Приднестровье, которое полностью зависит от газа, за которое оно не платит десятилетиями. И должно за газ более семи миллиардов. Почему это важно и почему-то сильная переговорная позиция? Очень просто. Потому что молдавский металлургический завод сжигает газ и плавит металл, зарабатывает на этом миллионы, сотни миллионов. Валюту для Приднестровья. Валюту для Приднестровья. Кучерганская электростанция производит электричество, которое продает Республики Молдова, примерно на 170-180 миллионов долларов в год. И за этот газ не платят. Граждане Левого берега, им продают этот газ за одну треть от стоимости, от реальной стоимости. Или даже меньше. Сейчас, наверное, меньше. И эти деньги, вместо того, чтобы идти в Тираспольт, Трансгазу, а потом переводиться в Молдовогаз, как это должно в экономических отношениях, они на самом деле уходят в бюджет непризнанного Приднестровья. И таким образом искусственно поддерживается сердцебиение вот этого формирования. И когда ты идешь на переговоры с Газпромом, зная все это и понимая, что это на самом деле сильная переговорная позиция, потому что если не будет газа, мы пострадаем, правый берег, но пострадает также Приднестровская непризнанная республика. Да, но у нас не было бы и электроэнергии, потому что молдавский агресс на тот момент... Слабый, слабый, правильно, слабый. Чтобы производить электроэнергию для Приднестровья. Правильно, правильно. Для этого особую важность, особую стратегическую важность для нашей энергетической безопасности имела ЛЭП, линия высокого напряжения, был, конечно, Кишинев, которую Плохотнюк затягивал. А когда Плохотнюк убежал, в этом тендере большую заинтересовость проявлял Андронаки. Эта линия была отдана индийской компании, которой есть вопросы, так как ее техническое предложение, ее непосредственно предложение по строительству, по параметрам, которые были запрошены по этой линии, не соответствовало техзаданию. На две тонны меньше металла, на одну вышку и так далее. То есть там были серьезные проблемы с техзаданием. Вы сказали, что этот тендер, определяющую роль в определении победителя тендера сыграли известные очень немецкие эксперты, известные фирмы. И сказали, что если бы там что-то было, немцы бы точно не определили бы... Я читал технический доклад, экспертный анализ этой компании, которая называется Гопа Интернешнл. В том, что касается компании КЕК, там все в красном цвете. На две тонны меньше металла, на одну вышку, на одну, я не знаю, как правильно это сказать, пилон, пилор. Столбы. На столбы, да. На металлические конструкции, которые крепятся к бетонному основанию. Вместо двух с половиной кубов бетона, один куб бетона, если быть точнее, 0,99 кубических метров. Вместо того, чтобы соответствовать обледенению в 2,5-3 сантиметра, там вообще не было того параметра, это там один сантиметр и полтора сантиметра. А ветер, так как это одна ситуация, когда у тебя обледенела линия, совсем другая ситуация, когда линия обледенела, стойки обледенели, и бьет еще сильный ураганный ветер. Это совсем другие нагрузки. Так это вообще не было учтено. И нас, господин Спыну, пытается уверить, мы подняли, партия перемен подняла вопрос, это стратегический вопрос нашей энергетической безопасности. Так как вы очень правильно заметили, если мы не зависели от Кучургана, даже если мы потеряли газовое обеспечение со стороны Газпрома, у нас была бы электроэнергия, потому что мы были бы интегрированы через линию Вулканев-Кишинев с Евросистемой. Эта линия не была построена, она была затянута, а то, как был проведен тендер, у нас к этому есть вопрос. Нас пытается убедить господин Спыну, что они учли все эти факторы, но я хочу во времени посмотреть, как это на самом деле будет, и будет ли это все построено в соответствии с... Я думаю, все эти моменты может выяснить объективный, беспристрастный, независимый аудит. Господин Глигер, у нас короткая реклама, после которой вы скажете про аудит. Оставайтесь с нами. Господин Глигер, вы хотели сказать про аудит. Это очень важный предмет для разговора. Почему? 29 октября 2021 года господин Спыну, господин Чабан, представители Газпрома, господин Миллер подписали протокол. В этом протоколе есть целый ряд обговоренных действий, которые в том числе молдавская сторона должна выполнить. Восемь пунктов. Да. В том числе, вот один из этих пунктов, это осуществление аудита долга правого берега, который около 700 миллионов, оценивается в 700 миллионов с пеней. 709 с пеней, около 400, там, 20-40, это базовые долги, плюс пеня почти 709 миллионов долларов. В пересчете на последующие пять лет, если мы возьмем на себя оплату этого долгового обязательства, так называемого долгового обязательства, я буду его так называть до полного выяснения, до осуществления аудита, это значит, что около двух с чем-то миллиардов лей, двух с половиной миллиардов лей, которые ляжут, лягут на плечи наших граждан за последующие пять лет. И придется это включать в тариф? И это, конечно же, придется включать в тариф, а по-другому будет очень трудно оплатить такие деньги. То есть, в случае признания и оплаты этого долга, тариф просто... Да. Так вот, наша точка зрения была в том, что формулировка, включенная в этот протокол, она не соответствует национальным интересам Республики Молдова. Объясню. Процесс формирования Молдова-ГАЗ как акционерного общества, один из самых нетранспарентных, непрозрачных и труднообъяснимых с точки зрения молдавского законодательства, процессов с момента получения независимости. Там есть активы по сетям, которые вместо двух миллиардов были оценены в 200 миллионов, в 10 раз меньше. Там есть выплаты за газ, который был потреблен Левым берегом и так далее. Это не только по созданию, это при самой деятельности. Строительство непосредственно нового офиса, который стоил в 25 миллионов, это расходы на разного рода вещи. Если мы хотим на самом деле понять, кто, сколько и кому должен, с точки зрения национальных интересов Республики Молдова, интересов, которые обязан был защищать господин Спойну, нужно провести аудит соответствия, аудит законности деятельности компании Молдова-ГАЗ, момента создания до нынешнего дня. То есть взять на себя обязательство аудитировать только долг правого берега, это с нашей точки зрения не приведет к установлению правды и непосредственно урегулирования тех задолженностей, которые на самом деле существуют. Я напомню нашим зрителям, что с момента создания Молдова-ГАЗ, ни один из аудитов, а их было только в последние годы, последние лет 10-5, около 5 попыток, я не помню точно, ни один из них не был доведен до конца, потому что Тирасполь Трансгаз не предоставляет необходимые документы для завершения этого аудита. То есть он саботируется указанием Газпрома каждый раз. И в этой ситуации, конечно, нам надо понять, на какие вопросы аудиторская миссия должна ответить. Партия Перемен разработала проект вопросов, списка вопросов, Каэды Сарчин, задания для будущей аудиторской миссии, на котором мы настаиваем. Мы настаиваем на защите национальных интересов Республики Молдова. Аудит, который сейчас начал проводить счетная палата, это что-то, да? Вы знаете, что получилось? Получилось, что они будут проводить два аудита. Да. Один аудит будет проводить счетная палата, которой у меня лично доверия ноль, так как она является сегодня под руководством господина Мариана Ильича Лупу, а также господина Кетрару, во времена которого в Центре по борьбе с коррупцией творил просто чудеса, преследуя бизнесменов, политиков и играя по правилам Влада Плохотнюка. Поэтому доверия к этому институту, государственному институту ноль. А другой аудит должен быть проведен по заказу агентства публичной собственности, государственной собственности, будет создана комиссия и так далее. И вот то, как будет проведен этот аудит, да, это очень серьезный вопрос. И мы очень надеемся, что наши предложения будут учтены нынешней властью, потому что мы говорим, еще раз повторюсь, о национальных интересах, интересах каждого гражданина. Но результаты этого аудита должны быть утверждены в мае месяце на заседании наблюдательного совета Молдова ГАЗа. Май месяц нереалистичный срок. Мы считаем, что этот срок в рамках межправительственной комиссии, так написано в протоколе, но это нереалистичный пункт. И для того, чтобы провести этот аудит, прошло три месяца, правительство очень мало что делает. Этот протокол уже не исполняется в полной мере, потому что в ноябре должно было быть заседание межправительственной комиссии, оно не имело места быть. Соответственно, задержали, фактически задержаны все сроки, в том числе по аудиторской миссии. Это невозможно. Вы поймите, для того, чтобы аудитировать такую компанию, как Молдова ГАЗ, нужен год хотя бы. У нас очень много вопросов. До мая это просто невозможно. А народ, то, что вы сказали в самом начале, что люди и сейчас уже не могут заплатить за ноябрь, за декабрь. Что будет? Где выходы из ситуации? Есть два варианта, и они оба плохие. Но один очень плохой, а один относительно плохой. Самый плохой вариант для энергетической безопасности и экономической безопасности Республики Молдова – это вариант отключения от газа. И «Газпром» в ноябре воспользовался положениями контракта 2006 года, который позволяет им в случае неуплаты 50% аванса за следующий месяц… Ну, это так был, шантаж небольшой. …среднеоцененного возможного потребления, то есть будущего потребления. Предупреждение. И не исключено, что они воспользуются в январе этим же инструментом. То есть самый плохой сценарий для нас, что мы останемся без газа. Второй в этом списке из плохих сценариев вариант – это изменение тарифа на газ. Когда… Ну, нужно здесь по порядку рассмотреть. Ответственной за выплаты является «Молдова-газ». «Молдова-газ» должна заниматься своими делами, Вадим Чабан непосредственно, таким образом, чтобы у них была необходимая платежеспособность. Если Вадим Чабан, как генеральный директор коммерческой компании, да, в сфере газа, но это коммерческая компания, не может выполнить свои обязательства перед «Газпромом», он должен рассмотреть те инструменты, которые есть у любого другого экономического агента. Этот инструмент – это займ. Он может взять займ на рынке. Вы знаете ответ на этот вопрос. Для того, чтобы взять займ, они должны были заниматься этим с ноября, в худшем случае с начала декабря. Потому что процедура утверждения такого рода займов, десятки миллионов долларов, она занимает до трех месяцев. Потому что это решение Совета Банк, это большие деньги. С моей точки зрения, господин Чабан не выполняет своих должностных обязательств. В этой ситуации, для того, чтобы не остаться без газа, естественно, рассматривается, конечно же, рассматривается, чем идти по первому самому плохому сценарию, который просто саботирует нашу экономику и наше общество. Может подорвать наше общество и социально-политическую относительную стабильность. Для того, чтобы этого не случилось, Вадим Чабан начал говорить о необходимости приведения тарифов в соответствии с ценами на мировом рынке. Здесь вопрос к спыну. На каком основании ты, как министр инфраструктуры, который отвечает в том числе за энергетическую сферу, позволил себе сказать, что тариф у нас будет на 14 месяцев, что он должен быть суперстабильным и так далее. Если формирование цены зависит от международных рынков. У тебя одна составляющая 70% это цена, международная цена на нефть, нефтепродукты, а другая на газ. А газ доходил, я повторюсь, до 2700 долларов в некоторые дни на фронт-мамф индексе. Соответственно, ты не мог сделать такое заявление, оно является популистским сразу. И когда он говорил о том, что вот у нас сейчас будет 430-460, а возможно потом уйдет на 390, цена вниз. Это было безответственное заявление, потому что ты фактически подогреваешь, ты себя самосаботируешь. А знаете, почему оно было сказано? Если ты компетентен, ты не можешь говорить таких вещей.